Приветствую вас. По вашему тексту я бы сказал, что вы человек, который берёт на себя очень много ответственности. По вашему тексту я могу сказать, что вы человек, который готов взять на себя вину. По вашему тексту я могу сказать, что ваша жена, она не, не уважает вас в полной мере. По вашему тексту я могу сказать, что у вас не хватает мужского стержня. То, что вы испытываете страх, то, что вы боитесь потерять семью, то, что вы предложили восстановить отношения, это правильно. Но, то, что вы работали по 20-20 часа в сутки без выходных отпусков, это, простите, проблема с личными границами и сценарий поведения довольно плохой. То есть, это сценарий такой, работой много и, соответственно, может быть что-то у тебя получится. Что-то у вас обиды, да, приводит ощущение, что мы живём с женой как знакомые в общежитии. Вот. То есть, вы работали, вам хотелось какой-то задачи, а для чего вы работали, зачем вы работали, понимаете? Вот. Соответственно, то, что вашей жене не хватало внимания, это как бы её ответственность, что она не сказала вам о том, чего ей не хватает. Почему она не сказала, да? Вот. То есть, не очень понятно, как вы именно работали над восстановлением отношений, что вы делали. Ну, что вы делали для этого. Как вы узнавали, что она там пишет кому-то и так далее, то есть, следили за ней. Это ваша неуверенность в себе. Это ваша позиция. Такая вот. Да? Вот. Нужно понимать, когда вы просто проводите время с женой, это одно. И когда вы требуете чего-то для себя, это другое. Когда вы хотите чего-то для себя, это другое. Понимаете, чтобы восстановить отношения с женой после измены, чтобы восстановить, нужно понять, почему она изменила. А, как бы, ну, нету причин, да? Вот вы говорите, что, что она устала сидеть одна. Но она вам почему-то не сказала этого. Она же почему-то не сказала за этим, что это стоит. Вот. Понимаете? И так вы и не написали, почему она изменила. Ладно. Понимаете? Вот. Дальше. Значит. Она жила вас сладкое слово, чтобы вы не упрекали ее в измене. Вы всю вину взяли на себя. И это вас обесценивало. То есть, скорее всего, чтобы вы выбрали себе такую женщину, которая позволит вам брать всю ответственность на себя и всю вину на себя. Да? Чтобы вы могли чувствовать себя комфортно. Например, работая очень много и себе в ущерб и в ущерб отношений. Даже несмотря на то, что сейчас вы много, ну, много времени проводите в семье и так далее. И чтобы вы, что важнее, брали на себя всю вину. То есть, вы взяли себе в жены такую женщину. Вот. Которая, тем более, на семь лет вас младше. То есть, ей двадцать семь получается. Ну, то есть, когда вам было двадцать, двадцать, вот вы говорите, что вместе вы восемь лет. Значит, когда вам было двадцать шесть, ей было девятнадцать. Понимаете? За это время у жены могло многое поменяться. Очень много. В двадцать один год она вышла за вас замуж. В двадцать два года она рожает ребенка. То есть, вот это такая позиция, знаете, когда она как бы все время идет за вами. То есть, ей, вероятно, просто не хватает свободы. Или ей нужно что-то, чтобы заставляло ее бунтовать против этой свободы. Понимаете? То есть, как бы здесь не так все просто, что она осталась здесь одна. Это не так. Поэтому вам нужно с женой вместе, психологу. Вот. Но поначалу, поначалу, для начала вам, вам самому нужно к психологу. Для чего? Смотрите. Значит. Так. Я с уверенностью могу сказать. Так, я стал много времени проводить. Так. Но пока все идет... Так. Единственное, что меня настораживает, что настораживает отсутствие секса. Хотя мы и в годы после рождения ребенка им себя совсем не баловали. А почему? Почему у вас мало секса? Сейчас вроде бы все у нас по-другому. А что именно по-другому? И вот сегодня я узнал, что оказывается слишком много времени с ней провожу, и она устает от меня. На самом деле все время думала о том, что я ей не доверяю и контролирую. Но ведь это правда. Вы контролируете ее, и говорите, что она даже не может поздравлять своего, да, любовника, бывшего. Но тем не менее, он человека не чужого. Ей в днем рождения, и вы считаете, что это неправильно. Но почему? Это ее личное дело. Так что у нее есть основания считать, что вы ее контролируете. А вы для чего? Вы ее контролируете. Вот. Я просто понял, что чуть не потерял самого дорогого и близкого мне человека, жену мамы нашей дочки. Я просто как будто ожил и снова в нее влюбился, и мне хочется проводить много времени с ней и дочерью. Понимаете, вот потеря, да, помимо того, что это лично ваше восприятие, потому что мужчина и женщина расходятся нормально, но помимо вашего значения семьи, есть еще и женщина, у которой есть свои желания. И вам нужно следить за ней, то есть смотреть, что ей нравится, что ей не нравится, то вызывает у нее улыбку, то вызывает у нее, наоборот, раздражение и так далее. Понимаете? Вот. То есть нужно пробовать. Вы говорите, что теперь я себя не очень уверенно чувствую, теперь не знаю, можно ли к ней сейчас пройти или нет. Хочется, подойдите. За спрос не бьют. Пройдите и несколько раз постарайтесь к ней поприставать. Если после нескольких раз она вас заполнит, значит, скажите, хорошо, хорошо. После еще раз, еще раз, а потом уже можно эту тему поднять. Вот и все. У меня есть страх, что если я этого не буду делать, то снова семья будет наградой развода, или я просто в итоге боюсь осознать, что ей уже и не нужен вовсе. А почему вы боитесь? Ну, может быть, и не нужен, а почему вы-то этого боитесь? Насчет секса она мне говорила, что нужно просто быть мужчиной и понастойчивой, хотя, как только я к ней пристаю, она находит причину мне отказать. Ну, может быть, имеет смысл понастойчивее представить, что вы имеете право вступать с ней в интимные отношения, ибо вы муж и жена. О чем ей нужно сказать? То есть, ну, удовлетворение ваших потребностей, как бы. Да, секс у нас был несколько раз в этом году, но я это связываю лишь как с ее биологическими потребностями, а не как с желанием интима с любимым. Но мне кажется, здесь вы уже говорите о чем-то нужном вам. То есть, с изменой вы потеряли уверенность в себе и теперь боитесь, может быть, даже ревнуется, может быть, чувствуете себя неуверенным. Вот. Вы спросите прямо у своей жены, чего ей не хватает от вас. Если она говорит, что любит вас, значит, она хочет быть с вами, наверное. И вы скажите, спросите у нее. А теперь знаю о том, что мое внимание слишком, как мне от нее ждать близости, если я теперь не знаю, когда к ней можно приставать. Не надо ждать от нее близости, нужно самому брать и приставать. Во-первых, с одной стороны, это ваше прямое право, с другой стороны, только так, вы знаете, нравится этой женщине или нет, потому что она сама этого может не знать. Ну, вообще, я бы вам порекомендовал, знаете, вдвоем куда-нибудь уехал на несколько дней, на три или на четыре дня, вот, чисто вдвоем побыть. Потому что, мне кажется, рутина с ребенком вас убивает. Вот. Съездите, а там дальше уже посмотрите. Если проблема останется, то к психологу на консультацию. Если проблемы не будет, то все у вас будет здорово. Вот. И вроде бы она меня любит, а вы ее любите, вы сами ее любите, что вы готовы сделать? Почему вы говорите, ждать от нее близости, любит ли она меня? Вы сами, если любите ее, что готовы делать для человека? Вот, что важно на самом деле. Так, которые просто меня окунают в сомнения. Нет, сомнения у вас есть всегда. Просто эти ситуации, они скрывают ваши сомнения, скажем так. Теперь я задаюсь вопросом, она там осталась из того, что поняла, что любит, или просто не захотела ручить с нее. А какая разница? Какая разница, Андрей, для вас? Вот это. Она осталась, и это главное. Она может сама не знает, для чего она осталась. Для меня теперь это очень разные вещи, хотя я знаю, что сохраниться мне без любви не получится. Нет, ну почему? Сохраниться мне без любви вполне можно. Если вы найдете друг с другом общее что-то. А там и до любви вообще дело дойдет. Но вы знаете, я вам рекомендую подумать о том, что такое любовь. Вот. Вот серьезно. Что такое любовь? Там вот о любви вы говорите много, а что есть любовь? У меня есть сомнения, что вы знаете. Вот. Разные ли это вещи? Поняла, что любит или потому что не захотела ручить семью? Разные, конечно. Разные. Но в контексте женщины иногда это часто бывает одно и то же. Ведь не захотела же ручить семью. Значит она дорога, а значит и вы дороги. Там семья без людей невозможна. Так что я думаю так. Вы не забывайте самый главный момент. Что человеку было 19 лет, когда вы познакомились. Сейчас ей 27. И как бы за это время очень много всего изменилось. И она стала совсем другим человеком. Если вы и нет, то она да. То есть она в 19 была ребенком, сейчас она уже взрослая женщина. И естественно, что у нее какие-то вещи поменяли. Какие-то восприятия, взгляды там, ценности, ориентиры и так далее. И весь вопрос в том, готовы ли вы принять реального человека, реальную женщину. А не того, кем вы ее видите. Понимаете? Вот. Ну и вот то, что она говорит, что надо просто быть мужчиной и по-настоящему. Это также вызывает у меня некое подозрение, что вы, с учетом того, что старше ее, ну, получается, получается, недостаточно для нее мужественны, вы, ага, тогда возникает вопрос. Если вы недостаточно для нее мужественны, то как вы вообще вместе были? Понимаете? То есть что она понимает под мужественностью? Что вы понимаете под мужественностью? Понимаете? Насколько это созвучно у вас? То есть сперва, сначала задайте жене вопросы, те, которые я озвучил. Потом рассмотрите вариант съездить все-таки на несколько дней вдвоем куда-нибудь. И потом обязательно обратитесь к психологу. Сперва вы, потом вместе с ней. Может быть с ней тоже имеет смысл, имеет смысл поработать. Вот. Только так можно вам помочь. Потому что сами вы до истины, до настоящих проблем не докопаетесь. Ни вы, ни она. Потому что вот она говорит, говорит, я устала жить одна. Все, вы верите. Ну а за этим, за этой усталостью, за ней что-то стоит тоже, понимаете? Ну вот. Как вы оказались в этой ситуации? Почему вы взяли, почему вы интроектировали измену на себя? Почему она оказалась в этой ситуации? И почему она изменила, а не осталась с вами? Понимаете? Вот. Это вот такие элементы сценар, сценарного поведения. Которые привели вас к тому, что вы имеете. Вот. И ваши ее сценарии нужно разбирать, если вы оба хотите наладить отношения. Для этого нужно ваше обоюдное желание. Вот. И как мне видится, как мне видится, нужно в первую очередь работать с вами. Потому что вот с вашей уверенностью. То есть женщина такое ощущение, что не чувствует себя с вами в безопасности, не чувствует себя женщиной. Вот. Что вы боитесь, что вы там думаете, а когда к ней можно пристать, а когда можно стать в близости. А женщина ей, она видимо хочет от вас именно мужественности, именно такой настойчивости и так далее. Вот. Вот. Я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам спасибо, спасибо. Спасибо вам. Продолжение следует...